МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В памяти депутата Народного собрания чемпиона мира по самбо Мухаммеда Кунижева в спорткомплексе «Юбилейный» прошел всероссийский отборочный турнир. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Жентюзов. Пять мобильных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту дополнительно сформированы в Карачаево-Черкесии. Представители республиканского военкомата разъясняют всем желающим о преимуществах заключения контракта. Так, с 16 апреля значительно увеличена единовременная региональная выплата. Есть и другие меры поддержки военнослужащих и членов их семей, о которых рассказывает подходящим к мобильным группам. Изменения в региональной выплате с 200 тысяч на 400 тысяч. В 2023 году 100 тысяч составляла региональная выплата. В республике у нас в каждом районе находится такой мобильный пункт для того, чтобы информировать граждан о военной службе по контракту, о том, какие условия. В Национальный день донора крови в Карачаево-Черкесии отметили акции «Знаю, могу, помогаю». В республике участие в ней приняли активисты «Единой России», «Навигаторы детства», педагогический коллектив Северокавказской государственной академии. Как отметили организаторы, донорская кровь и ее компоненты сейчас крайне необходимы, в том числе в госпиталях для переливания нашим бойцам, получившим ранения в ходе специальной военной операции, а также пострадавшему гражданскому населению. Нужны компоненты крови и фармакологии. Акции прошли в станции переливания крови и в передвижной лаборатории Федерального медико-биологического агентства. «Знаю, умею, помогаю». Вот в этих трех словах заключается весь смысл донорства крови и ее компонентов. «Знаю, что кровь нужна. Я умею, умею, потому что здоров, помогаю, потому что зов сердца». И это очень главное. «Сухое слово мероприятие, но за ней стоит очень большое тепло, большое сердце каждого человека, который сегодня готов отдать в буквальном смысле свою кровь для того, чтобы оказать максимальную помощь тем ребятам, которые в этом особо нуждаются, а, как я сказал, военнослужащим, которые сегодня активно в этом нуждаются, мы оказываем свою посильную помощь». Садоводческие домовладения Карачаева Черкесии могут стать участниками программы социальной газификации. Долгожданная новость, которая найдет отклик у сотен дачников республики. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. На домовладении земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Напомним, программа социальной газификации была запущена правительством в 2021 году по поручению президента Российской Федерации расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товарищей, правительству поручил глава государства по итогам послания Федеральному Собранию. Куда и как добрались участники конного перехода, посвященного дню возрождения карачаевского народа, накануне завершающий день мероприятия. О красивейших и труднодоступных местах Карачаево-Черкесии, которые преодолевают садники на лошадях карачаевской породы Аллакачиева. Высокогорный перевал Гумбаши. Вид с плотов фантастически красив. Здесь взору открываются характерные двуглавые вершины горы, покрытые вечными снегами. Визитная карточка Северного Кавказа – ослепительный Эльбрус. Вдохновленные природной красотой, чистым горным воздухом отдохнувшие и набравшиеся сил участники конного перехода, отправляются дальше. Путь предстоит долгий. Во второй день конного перехода всадникам на лошадях карачаевской породы нужно преодолеть около 60 километров. Гумбаши-Худес. Несмотря на потрясающие виды окрестностей, сам маршрут не самый обустроенный. Скалистая местность меняется густым лесом, небольшими озерами и речушками с ледниковой водой. Лошади карачаевской породы с легкостью преодолевают природные препятствия. Ведь их отличительной чертой являются неприхотливость, работоспособность, хорошая координация движений, крепкая конституция, устойчивость к различным заболеваниям и выносливость. А это знаменитые царские ворота, через которые проходят участники конного перехода. Скальный массив высотой около 100 метров с огромным прорубленным проходом в верхней части внешне напоминает монументальные царские ворота. Отсюда и название. Дальше мост исполинских размеров. Стартовая точка для подъема к озеру Хурлакюль, одного из древнейших на земле, как считают ученые. Впереди Чучхурские водопады и, наконец, ущелье Худес. На этом живописном месте остаются ночевать участники конного пробега во второй день. А уже сегодня, в третий день конного перехода, посвященного Дню Возрождения Карачаевского народа, участники без потерь финишировали в Учкулане. 20 апреля в субботу в высокогорном ауле Большого Карачая состоится праздник, в ходе которого выберут лучших жеребцов карачаевской породы для дальнейшего их разведения. Делегацию на всем пути сопровождает Анна Михайлова из Ставропольского края. Любительница лошадей карачаевской породы фиксирует передвижение конников и любезно предоставила некоторые видео съемочной группе вестей. Алла Качиева, Левастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Передвижная выставка «Рерихи и Кавказ», а также работы молодой художницы-дизайнера и педагога Лейлы Шуковой. Сразу две выставки открылись в картинной галерее музея-заповедника. Выставка «Рерихи и Кавказ» – это совместная работа Санкт-Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов и Пятигорского краеведческого музея и посвящена на 105-летию посещения кавказских минеральных вод Николаем Рерихом. Красоту мира через восприятие молодой художницы, дизайнера и педагога Лейлы Шуковой можно посмотреть во втором и третьем залах картинной галереи. Подробности мы расскажем в вечернем выпуске вестей. Когда горянка в круг выходит и только руки разведет, со стройным станом ее спорят вершины гор и птиц полет. Чувствовать ритм этнических мелодий и виртуозно воплощать его в движениях девушки из ансамбля народных танцев «Дочери Нартов» умеют профессионально, чем и радуют своих зрителей. А мастерство исполнения помогает достичь все новых и новых высот в мире танца. Фатима Даурова побывала на одной из репетиций девичьего ансамбля и получила эстетическое удовольствие от увиденного. Овладеть уникальной техникой и стилем, освоить основы и продвинутые элементы кавказских танцев, придавая каждому движению глубокий смысл и эмоциональное насыщение. Вот к чему стремятся и хореограф, и ее подопечные. Юлия Даурова – руководитель ансамбля из числа строгих наставников, для которых важен конечный результат. Но между тем она еще и друг-вдохновитель, умеющий настроить девочек на нужный победный лад. Она всегда нас поддерживала во всем, она меня растила. Я очень долго занимаюсь у нее, и я очень люблю ее, мы все ее очень любим, уважаем и ценим. Она всегда помогала нам во всем. Она и ругает, и поддержит всегда. Она делала все и делает. Победы одна за другой пополняют историю достижений молодого танцевального коллектива. Последний из них – это безоговорочное звание чемпиона в России в чемпионате по народным танцам, который прошел в марте этого года в Москве. Преподаватели радуют, они, конечно, очень сильно. Каждая их победа, естественно, я считаю, это моя победа. Это победа наших родителей, которые нас полностью всегда поддерживают. От А до Я все для них делают, для выездов все делают. И их успехи, успехи детей – это наши успехи. Все вместе мы добиваемся того, чего хотим. В репертуаре ансамбля танцы всех народов Северного Кавказа и Закавказья. Манера исполнения, характер девичьих партий в парных танцах искусно интерпретированы хореографом и воплощены в цинических вариантах. Эти постановки роднит идея воспеть красоту кавказских девушек. Но характер исполнения отличается. В каждом из танцев отражены уклад жизни женщины и отношения к окружающему миру. Некоторые отличаются игривостью, темпом, волевым паревистым характером девушек, живущих в горах. А иные – неспешностью движений, плавностью линий, размеренностью и подчеркнутым медленным ходом и изяществом. Но во всех композициях искусно сочетаются эмоциональность и грация, страстность и сдержанность. В спорткомплексе «Юбилейный» республиканской столицы прошел восьмой всероссийский отборочный турнир по самбо в памяти депутата Народного собрания Карачаева Черкесии, чемпиона мира по самбо Мухаммеда Кунижева. В соревнованиях приняли участие спортсмены из регионов СКФО и ЮФО. За ходом состязания наблюдал наш корреспондент Алихан Лепшоков. В этом году всероссийский турнир собрал лучших самбистов из регионов СКФО и ЮФО. Эти соревнования – некий трамплин для участия в первенстве России и отличная возможность для спортсменов проявить себя. Здесь собрались лучшие самбисты и отрадно видеть, что с каждым годом масштаб участников увеличивается, отмечают организаторы турнира. Чемпионы, ребята, занявшие первые места, отбираются на первенство России. Это у нас всероссийский турнир. В этом году у нас около 200 участников. Это представители Южного федерального округа Северо-Кавказского. У нас ребята приехали из Калмыкии, из Астрахани. В общем, у нас очень хороший состав в этом году. Хотелось бы поблагодарить наших постоянных спонсоров, соревнований организаторов. Турнир – это близкие друзья, родственники. Мухаммед Кунижев обладал высоким мастерством и являлся настоящей легендой самбо для многих спортсменов. И сегодня, проводя турнир, мы отдаем дань памяти его мастерству и таланту, отмечают его друзья и те, кто его тренировал. Однажды в Пензу приехали первенства России, в гостиницу заселились, и телевизор только включили, и в телевизоре показывают, что это прием Кунижева Мухаммеда. Почему это говорили? И он очень, ему покажешь прием, он еще сам его дорабатывал по-своему, как у него самому лучше получится и над этим работал. Мощный захват и крепкая выдержка – залог победы схватки. Эти соревнования позволят нам не только получить бесценный опыт, но и являются своего рода стимулом для продвижения по ступеньке спортивного пьедестала, уверены самбисты. В итоге, большее количество медалей различного достоинства завоевали борцы из Карачаева-Черкесии, на втором месте спортсмены из Адгеи и на третьем – участники из Ставропольского края. Альхан Ипшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаева-Черкесия. В нынешнем году специалисты по лицензионно-разрешительной работе отмечают 55-летие своей службы. Об истории ее создания в стране и регионе нам рассказал заместитель начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Эдуард Чумаев. С ним беседовал Артур Мхце. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.